Всем привет! Меня зовут Антон, я технический директор компании Rosberry, но я также до сих пор немного iOS разработчик и им начинал и приложил непосредственно руку к созданию фильма. И я расскажу, как мы для фильма сделали видеосеквенсер. Но прежде чем рассказывать, вообще покажу, что это за приложение такое и чем оно интересно. Запустив его, пользователь попадает на экран выбора видео, на котором он может выбрать несколько видео, которые падут ему в таймлайн. Мы их выберем, дальше эти видео можно крупнуть, но этот момент мы пропустим. И пойдем на главный экран, где у нас есть четыре основных типа видеоэффектов в приложении. Это, во-первых, статистические фильтры, которые меняют цвета. Например, можем выбрать какой-нибудь и применить его. Также у нас есть динамические эффекты. Это уже оверлей, которые накладываются на видео и делают что-то в динамике, показывают какие-то дополнительные элементы и разноображивают видео. Давайте применим его. Следующий тип эффектов – это фреймы. Это оверлей и какие-то эффекты, которые накладываются поверх предыдущих двух типов. Можем посмотреть некоторые из них. Они в основном динамические. Можем остановиться на таком – это эффект старой вещи с пленки и применить его также. И последний тип видеоэффектов в приложении – это транзишны, которые делают переход между клипами. То есть сейчас между двумя клипами, которые я выбрал, переход происходит мгновенно и не очень интересный. Можем сделать этот переход более разнообразным. Например, вот таким. И также это применить. Кроме того, у нас есть приложение «Работа с аудио». Можем добавить свою аудиодорожку. Можем добавить какие-то текстовые надписи и потом все это экспортировать. Экспорт заточен на социальной сети, в основном на Инстаграм. Но теперь я показал, как это работает и выглядит для пользователя. Давайте посмотрим, как это работает под капотом. Ну и, конечно, стоит отметить, что, естественно, все это не было в первой версии приложения. Мы начали с малого. И первая версия в основном концептировалась на этих четырех пунктах. То есть, естественно, это видеоредактор. Он должен поддерживать нескольких клипов, чтобы можно было выбрать несколько дорожек и объединить в одно видео. Мы делали изначально статические фильтры и динамические эффекты. Так вот, статические фильтры работают на основании Look Up Tablets. Это вот эта вот красочная картинка, которую вы видите. Если вы никогда не сталкивались, о них можно думать как о простой таблице соответствия цветов. То есть, исходный такой-то цвет заменяется на такой-то цвет и у нас получается статический эффект. Динамические эффекты сделаны с помощью Overlay Video, которое вы видите также сейчас в центре экрана. Оно блендится с оригинальным видео при помощи Screen Blend Mode и мы получаем такой эффект, как вы видите справа. Мы изменили и цвета и добавили Video Overlay. Вроде бы все понятно, но как это делается непосредственно на системе iOS? Для этого мы использовали фреймворк AV Foundation. Я думаю, многие хоть раз, хоть как-то с ним сталкивались. Это фреймворк, который заведует всем, что связано с аудио и видео, ну почти всем, в системе iOS. И что в нем хорошо и почему он нам очень замечательно подходит, в том, что в нем есть встроенный секенсор. Нам не нужно писать свою логику перехода между клипами, добавления клипов в общий таймлайн и так далее. Мы можем получать, обрабатывать кадры по одному. То есть нам не нужно как-то делать хитрый преподсессинг. Мы можем получить кадр и сразу же его отобразить, и это все будет происходить в реал-тайме. Аудио не фокус этой презентации, но тем не менее AV Foundation также позволяет нам легко работать с аудио, добавлять свои аудиодорожки, настраивать их параметры и так далее. Очень важно, что AV Foundation предоставляет аппаратное ускорение. Это значит, что кодирование и декодирование видео происходит с использованием хардварных кодеков, которые есть в каждом айфоне. И также очень важно, что AV Foundation работает на всех системах от Apple. На iOS, на iPadOS, на macOS. Если мы захотим портировать приложение Film на Mac, это будет сделать достаточно просто. Нам нужно будет, естественно, доработать UI, но вся логика работы с видео останется прежней. Это замечательно. И, как я думаю, большинство, кто работал с AV Foundation, первое, с чем столкнулся, это AV Player. Он приводен для того, чтобы просто показать какое-то видео, изображается все в AV Player Layer, цилизируется он AV Player Item, и AV Player Item нужен AV Asset. Все-таки просто, я думаю, почти все из вас когда-нибудь проигрывали видео на айфоне. Что нужно сделать, чтобы использовать секвенсор? Для этого есть AV Composition, или все, что с ним связано. Этот объект позволяет нам добавить несколько клипов дорожки и распределить, где у нас будет видео, где у нас будет аудио, или даже, может быть, добавить параллельные две видеодорожки. Но для того, чтобы эти параллельные две видеодорожки, как в нашем случае дорожка самого видео и дорожка клипа, работали вместе и отображались, как нам нужно, нам нужно будет использовать AV Video Composition и все, что с ним связано. Этот объект заведует тем, что он описывает, как мы должны отобразить кадр, который мы получаем от AV Composition. Ну и опять же, аудио не фокус этой презентации, но тем не менее, также мы можем использовать AV Audio Mix для того, чтобы настроить параметры аудио. Так же и работает AV Composition. В простейшем случае, все, что нам нужно от AV Composition, чтобы показать несколько видео подряд, это создать один AV Composition трек, это трек нашего видео, и добавить туда эссет треки наших клипов. То есть, если мы добавим три подряд клипа из разных видео, то при воспроизведении этой композиции обычным AV Player, они будут воспроизведены подряд, и нам не нужно будет делать ничего дополнительного. Это работает за скоробки. В случае же, если мы хотим наложить какой-то эффект, этот эффект, естественно, должен быть засинком, с тем, что происходит на видео, и что происходит в эффектах. То есть, мы можем перемотать, и кадры и видеоэффекты должны быть синхронизированы. Для этого мы добавляем дополнительную параллельную дорожку AV Composition, и добавляем туда клипы наших эффектов, которые мы хотим накладывать на наше видео. Но, естественно, система ничего не знает об этом, и поэтому по умолчанию будет показана только оригинальная дорожка нашего видео. Дорожка с эффектами будет проигнорирована. Как я говорил, для того, чтобы эта дорожка не игнорировалась, нужно использовать AV Video Composition. Для того, чтобы его успешно использовать, нужно знать о двух протоколах. Это AV Video Composition и AV Video Composition Instruction протокол. Первый используется для того, чтобы непосредственно получить кадры и вернуть обработанный кадр. Инструкция же используется для того, чтобы описать, когда нам нужно использовать нашу кастомную обработку видео. Ну, вроде на словах все понятно. Давайте посмотрим код. А код, да и нет, я забыл его написать. Придется писать на лету. Ладно. Если запустим проект, то здесь у нас обычный дефолтный плеер с обычным ассетом, main asset, и больше ничего не происходит. Но, слава богу, я встал комментарий, поэтому давайте попробуем написать код по комментариям. Для начала нам нужно подготовить композицию. Ну, создать композицию должно быть просто. Окей, композиция создана. Дальше нам нужно добавить в нее дорожку. Давайте добавим дорожку. Composition track. Для этого у композиции есть метод addMutableTrack с параметром тип нашего контента. Мы хотим видео. И ID, который мы хотим получить для этой дорожки. Скажем, один. Если не получилось, что должно быть очень редким случаем, эта функция может не сработать, разве что, если у нас тысяча дорожек, и мы хотим добавить, в общем, лишнее, что система уже не может себе позволить. И если мы в этот композицию трек добавим дорожку нашего ассета, давайте ее возьмем, мы просто возьмем первую видеодорожку этого ассета и добавим ее в наш созданный видеокомпозицию трек. Для этого есть instant insert time range, который применяет параметр time range, то есть время, которое, промежуток дорожки, которую мы хотим добавить, мы хотим добавить целиком, поэтому просто используем time range всего видеотрека. Сам видеотрек и время, в которое мы хотим добавить этот трек. Здесь я использую invalid, это означает, что дорожка будет добавлена в первое попавшееся место, то есть поначалу composition трека. Теперь мы сможем использовать этот composition и если мы запустим проект, мы получим все ровно то же самое, что и с обычным AV-плеером. Так и есть. Теперь давайте попробуем добавить еще один клип в наш секвенсор, чтобы эти клипы играли подряд. Скопируем этот код, как-нибудь назовем наш второй ассет и используем его в видеодорожку для добавления в composition трека. Запустим проект и посмотрим, что получилось. Сначала играет наше первое видео, оно в районе 5 секунд в длину и после него можно произойти переход на следующее видео. Отлично. Ну и теперь давайте попробуем также и добавить эффект. Назовем как-нибудь ассет эффект и создадим новый composition трек вместе с ним. Назовем его эффект composition трек, дадим ему новый ID, используем эффект ассет здесь и используем этот composition трек и добавим в него трек ассета. Как я уже обещал, мы не должны увидеть никаких изменений. Почему? Потому что мы еще никак не настроили нашу видеокомпозицию. Эта дорожка там есть, но AV-плеер совершенно не знает, как с ней работать, поэтому кадры из нее просто игнорируют. И, как я говорил, очень важны два протокола. Первый это AV-видео композитив. Поддерживая этот протокол, мы должны определить две переменные и две функции. Переменные required pixel buffer attributes for under context и source pixel buffer attributes. Эти переменные отвечают за то, в каком формате мы хотим получить кадры и в каком формате мы хотим отдать. Здесь мы указываем одинаковые параметры и для входа, и для выхода. В нашем случае нам это больше всего и подходит. Также есть функция render context changed. Эта функция позволяет добавить какую-нибудь обработку в случае, если у нас кардинально меняются параметры рендера. То есть меняется разрешение, меняется частота кадров и так далее. И у нас есть функция start request, в которой мы должны получить кадр, как-то его обработать и отдать результат. И также у нас есть video composition instruction, который поддерживает протокол и video composition instruction protocol. В ней задаются вот эти переменные, самая важная из них time range. Она определяет, какой промежуток времени наша кастомная композиция и будет применена. Про остальные я сейчас рассказывать не буду, но если вам интересно, можете задать этот вопрос после окончания презентации. Сейчас у нас пока наш видеокомпозитор пустой и давайте пытаемся его таким пустым использовать. Для этого нужно создать video composition, но для начала подготовить для него инструкцию. Эту инструкцию нужно задать time range. нам ее нужно применять на протяжении всего видео, поэтому просто используем time range нашей видеокомпозиции. И непосредственно сама видеокомпозиция. Нам ей нужно отдать инструкцию, которую только что мы создали. Нам нужно отдать ей класс, который мы создали для обработки кадров. И еще задать два параметра. Это render size, то есть размер, который мы хотим получить на выходе. В этом случае, опять же, нам не нужно делать ничего особенного. но мы можем использовать размер нашей основной видеодорожки. И также frame duration это частота кадров, то есть частота кадров, с которой мы хотим обрабатывать наше видео. Здесь давайте зададим 60 fps. И передадим эту видеокомпозицию в плеер. Сейчас, что мы должны увидеть? Мы должны увидеть ничего. Это означает, что наш кастомный композитор работает, но он пустой, он ничего не делает, поэтому видим пустоту. Давайте применим наш эффект видео. Для начала нам нужно получить кадры. Давайте их получим. Мы получаем из вот этого объекта request можем получить кадры всех наших дорожек. видео frame request source frame и здесь мы указываем ID-шник нашей дорожки, которую мы указали ранее. И также мы можем получить наш эффект frame. Если у нас что-то не получилось, мы не будем делать ничего. и сейчас на самом деле мы уже можем вернуть например, наш видео frame или эффект frame и посмотреть, что уже такой простейший кастомный композитор работает. Сейчас мы видим только кадр эффекта, потому что мы этот кадр непосредственно сразу же и возвращаем. Но давайте все-таки сделаем что-то чуть более полезное. сблендим два кадра. Кадр видео и кадр эффект. Для этого сейчас мы будем использовать CoreImage как самая простая система в iOS для того, чтобы как-то поработать с изображениями, используя GPU ускорение. И мы будем использовать CineBlendCurnel для того, чтобы сделать ScreenBlend. у него есть функция Appline, Foreground и Background. То есть Foreground то, что у нас на переднем фоне, а Background то, что у нас на заднем фоне. На переднем фоне у нас, конечно же, эффект, поэтому мы этот эффект на передние планы отправим и в Background у нас непосредственно наш видеокадр. Здесь я уже, пожалуй, не буду заниматься выработкой ошибок. Простите меня, сделаю так. Да-да, да. Но это должно работать. Оно не будет крашиться, честно. И нужно еще решить один вопрос. Сейчас мы получили в output это CI-имидж, но отдать нам нужен пиксель бафа. Для того, чтобы получить этот пиксель буфер, мы также можем воспользоваться реквестом, который нам приходит. У него есть рендер контекст, который может нам создать новый пиксель буфер в том формате и в том размере, который нам нужно отдавать. И теперь при помощи CI-контекста мы можем отрендерить наш CI-имидж в этот пиксель буфер и вернуть его. Если я сейчас все сделал правильно, то мы увидим видео вместе с эффектом. Работает. Вот. В принципе, ничего сложного здесь нет, но я вас сразу предупреждаю, что то, что я сейчас сделал, это очень-очень-очень обособленный кейс. Это не будет так все просто, если у вас видео разного разрешения, это не будет так все просто, если у вас видео с разной ориентацией, это не будет так все просто, как вы видите, сейчас эффект закончился и он больше не продолжается, да, потому что дорожка эффекта закончилась и все, дальше кадров для нее нет. Поэтому, если нужно сделать повторение эффекта, нужно дополнить аналогику и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, если хотим сделать что-то простейшее, то это можно можно сделать буквально за 5 минут, если подготовиться. На этом с кодом все. Давайте вернемся к презентации. Как я уже говорил, еще одна замечательная вещь wavyfoundation, что нам не нужно писать разные логики для превью, для экспорта. Поэтому для экспорта можно использовать такой объект wavy asset export session, отдать ему нашу композицию, нашу видеокомпозицию и на выходе получить отрендеренный файл, видеофайл, который будет выглядеть абсолютно точно так же, как то, что мы видели на превью. И это, безусловно, замечательно. Не могу представить, что бы мы делали, если бы нам пришлось делать разную логику для превью и экспорта. Это было бы очень-очень сложно. Но wavyfoundation есть свои минусы. И главный минус после очень труднопредносимых названий это отладка всего этого. Если мы хотим сделать что-то сложное, мы неизбежно столкнемся с проблемами. Вероятно, с одной из этих проблем. Все они в основном сводятся к тому, что у нас неправильно настроены таймренджи, неправильно добавлены дорожки в композицию, у нас есть пустые места в композиции, у нас инструкция хочет рендерить какое-то время, которое в принципе нет в композиции и так далее. Но об этом узнать очень-очень сложно по умолчанию. Потому что wavyfoundation любит отдавать какой-нибудь код ошибки без вменяемого описания. И ты берешь этот код ошибки, идешь гуглить, ищешь много разных вариантов, почему что-то идет не так. У всех исходные данные разные, у всех ошибки разные. Но код мы получаем в основном один и тот же. Но для этого есть почти что решение. Это AV-composition-debug-view. Несмотря на то, что оно начинается с AV, это не часть SDK. Его нет в AV-foundation. Это отдельный sample-проект от Apple, который можно использовать, строить свой проект. И выглядит это примерно так. Это отдельный целый UI-компонент, который позволяет визуализировать нашу композицию. Здесь вы можете увидеть все клипы, добавленные в нее, все инструкции. То есть почти всю информацию, которая может помочь нам отдебажить нашу композицию, если она не работает. И это все здорово. И мы сделали первую версию. Но клиент захотел еще. Почему? Но, тем не менее, он захотел и развивать фильм. И что самое важное и приятное для нас, он захотел взять то, что мы сделали в фильме, и вынести это в отдельный фреймворк для того, чтобы переиспользовать на других своих проектах. И поэтому перед нами встали такие четыре основные задачи. Во-первых, переходы между клипами, как я уже показывал, чтобы транзишн был не моментальным, а происходило что-нибудь интересное. Работать с изображениями. Изначально мы работали критично с видео, но также клиенту очень хотелось, чтобы мы могли использовать и обычное изображение, и также прогнать его через всю систему, и получить на выходе какую-то картинку. И третий и четвертый пункт, они связаны, так как мы делаем фреймворк, и хотим сделать его максимально универсальным. Стала задача сделать так, чтобы мы могли использовать разные системы обработки кадров. То есть в этом сэмпле я использую Core Image как самую простую систему, но она далеко не всегда может подойти. Иногда гораздо логичнее, и на самом деле даже в каком-то смысле проще использовать чистый металл. Иногда достаточно Core Image, иногда для какой-нибудь сложной обработки может потребоваться OpenSea, например, или что-нибудь еще. Ну и давайте посмотрим, как мы каждую из этих задач решали. Переходы делаются достаточно материально. То есть, так как мы уже умеем накладывать эффект на видео, то примерно с той же логикой можно сделать и переход между клипами. В данном случае у нас есть две дорожки Composition Track, и по ним мы распределяем наши видеоклипы. И в этих местах, где у нас есть наслаивание двух клипов, нам и нужно добавить логику, которая возьмет кадры с обеих дорожек и сделает с ним что-нибудь интересное и вернет нам результирующий кадр видео. Также все достаточно просто при работе с соображениями. Несмотря на то, что UV Foundation рассчитан в первую очередь на видео, и в нем нет чего-нибудь, что позволяет добавить картинку в нашу дорожку. Тем не менее, мы можем войти в следующем способе. В основную видеодорожку мы добавляем пустой клип, который не показывает ничего, а нашу картинку, которую нужно отрендерить, мы доставляем любым удобным для нас способом, либо через инструкцию, либо напрямую, получив референс к нашему видеокомпозитору кастомному. В общем, подсовываем эту картинку окольными путями и показываем ее, отдаем ее как результат. Таким образом, можем в той же системе работать и с изображениями. С фурорком чуть сложнее. Здесь, естественно, мы уже не могли добавлять всю логику неосредственно в видеокомпозитор наш кастомный. Мы выделили объект pipeline, который и описывал все, что нужно сделать с кадрами входными. И внутри pipeline мы выделили два типа объектов. Первый — это, очевидно, фильтр, который описывает, что мы должны сделать с кадрами. И второй тип объектов — это конвертер. Почему он нам нужен? Он нам нужен для того, чтобы преобразовать кадр, который мы получаем, в формат, понятный фильтру. И мы можем таким образом переиспользовать эту логику. И в случае, например, если у нас два фильтра в цепочке используют один и тот же формат кадров, мы можем, в принципе, выкинуть эти конверторы и подружить эти фильтры напрямую. То есть взять выход одного фильтра и подать его на вход другого напрямую. Но если же конверсия нужна, мы и вставляем эти конверторы для того, чтобы не впихать эту логику в сами фильтры и переусложнять их и таскать эту логику за собой во всех фильтрах. И также еще такой момент касательно рендеринга и отображения на экране. AVPlayerLayer – это хорошо, но у него есть свои минусы. Их в основном два. Первый – это то, что для того, чтобы обновить, перерендерить кадр, если плеер остановлен, нужно использовать костыли. И второй минус – если плеер играет и мы делаем какие-то изменения, то они мгновенно отобразятся на экране. Так как AVPlayerLayer использует кэширование при воспроизведении, он рендерит чуть-чуть вперед, в основном для того, чтобы избежать какого-нибудь плага в случае долгого процессинга. Но это нам мешает. Это приводит к тому, что мы двигаем клэмбю слайдер, изменяем эффект. А изменения непосредственно в видео мы видим на нескольких миллисекунд позже. Это совсем небольшая задержка, но тем не менее она видна. И она неприятна. Для этого мы сделали свой кастомный рендер-вью. Он делается на удивление просто. Нужно использовать два объекта. Первый – это AVPlayerItemVideoOutput, который позволяет получить результирующие кадры непосредственно с плеер-итема. И второй – это SEA DisplayLink. Это обычный таймер, но с одной изюминкой, что он синхронизирован с частотой обновления экрана. И поэтому с помощью этих двух объектов и вот этого короткого кода мы можем получить результирующий кадр уже полностью отрендеренный и прогнанный через весь наш pipeline. Таким образом, у нас получился достаточно неплохой фреймворк, как мне кажется, который мы используем уже на всех проектах этого клиента, с которым мы продолжаем работать. И на этом у меня, пожалуй, все. Здесь есть QR-код на фильм, если это приложение вас заинтересовало. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok